Девушки отдыхают Пока я видел только бородатых, толстых мужиков, больше ничего, но побежали! Ребят, мы подходим к первым стендисткам, а может быть не стендисткам, сейчас узнаем. Девчат, расскажите, вы здесь на стенде работаете или просто пришли по косплею? И то, и то. И то, и то. А костюмы сами делали? Отлично, здорово. Сколько времени уходит на то, чтобы сделать вот такое? Три месяца. И все сами, ничего не покупали, все лепили. А что это? Что за интерес? Я вам. Отлично. Расскажите, вы здесь в сеть не будете? В сеть. Маленький такой скабрезный вопрос. Как вы относитесь к тому, когда школьники начинают вас лапать? Ну, то есть нормально или не очень? Отлично. Спасибо вам большое, мы побежали дальше. А теперь маленькое интервью у нас самих. Артем, чего ты больше всего ждешь на Игромире? Я больше всего жду возможности сходить в туалет уже, если честно. Да ладно. Да, кстати, на Игромире с туалетом чаще всего проблема. По крайней мере, в женские огромные очереди, в мужской пока вроде бы нормально. А из игр? А из игр я очень хочу поиграть в Detroit Become Human. Ха-ха. Но да, вот буквально пару минут... Только что узнали. Только что узнали, что играбельные демки сюда не завезли. Но ничего, расстраиваться не будем. Я на самом деле тоже безумно ждал Детройта, но как минимум я надеюсь поиграть в Horizon. Побежали дальше. А теперь мы на стенде Warner Bros. И на данный момент основное, что здесь показывают, это Batman Arkham VR. Проект, на который огромное количество внимания было после какого? После Gamescom, Артем, да? Да, после Gamescom проект очень многим понравился. Мы сами его еще не потестировали, очень надеемся это сделать. Но даже сегодня, в бизнес-день, когда сюда могли прийти люди только с VIP-билетами, которые стоят, по-моему, 7 тысяч, очередь есть и немаленькая. Поскольку тест занимает довольно много времени, я думаю, что вот в этой очередюшке надо простоять, но в районе часа. Бежим дальше, придем сюда попозже. А сейчас мы на стенде Гвинта, карточной игры по Ведьмаку. Это, на самом деле, один из лучших, наверное, стендов на нынешнем игромире, потому что здесь все оформлено в виде такого уютненького барного заведения. Вот так пиво не раздают, это ж зря, конечно. Недалеко от входа расположен большущий стенд Парагона. Здесь можно поиграть в эту очень неплохую моба от третьего лица. Это смесь экшена и, по сути дела, дотки. Игра интересная, я ее смотрел. Но вот ажиотажа я здесь никакого не наблюдаю. Вот сюда можно спокойно прийти и расслабиться, если где-то в других местах очень много очередей. Тут красиво, весело и интересно. У Туки очень небольшой стенд. По сути дела, маленькая коморка. Но, во-первых, здесь выступает замечательный джаз-бенд. Вот сейчас они отдыхают, а вообще замечательная живая музыка. А главное, совсем немного осталось до релиза третьей мафии. И здесь, сегодня, завтра, послезавтра и после-послезавтра в нее можно будет поиграть. Но я боюсь представить, какие здесь будут огромные очереди в обычные дни. Сейчас нормально, можно спокойно сесть и погонять. А прямо за мной сейчас Киберзона. Куда можно будет прийти и посмотреть всякие потные катки в разные игры. Сейчас там народу не очень много, но будьте уверены, нормальные дни тут будет не протолкнуться. Очень большой стенд у PlayStation и уже сегодня, в бизнес-день, здесь много активностей. Сюда можно прийти и поиграть сразу в несколько VR-проектов, при этом очередь пока не очень большая. Может быть здесь не очень красочно, но при этом очень много всего. Помимо этого, можно прийти и поиграть в For Honor. Можно прийти и поиграть в Uncharted для тех, кто еще не успел этого сделать. К сожалению, Detroit нам не покажут, но как минимум какой-то ролик, наверное, привезут на выставку. Ждем, когда это произойдет. А сейчас мы находимся у стенда Battle Carnival. Это такой мультиплеерный шутан. Сюда людей заманивают очень красивыми женщинами, а также цепляющими фразами главных героинь и героев. Например, вот она говорит «Огонь мне вдула». Великолепно, фон золотых цитат. А я сейчас нахожусь на стенде Dawn of War 3 и нахожусь даже под эгидой императора. Здесь так спокойно и классно, что я, наверное, здесь останусь. Вот. Спасибо. На Игромире огромное количество самых разных железных компаний. И вот журналистам на этих стендах вроде бы делать нечего. А вот для обычных игроков тут масса интересного. Вот, например, на Трастмастере можно погонять сразу на трех мониторах на отличном кресле с симуляцией физики автомобиля. Типа... Как-то так. Удивительно, но на Игромире вообще без очередей можно поиграть в четвертых герзов. Напомню, что выходят они буквально 11-го числа. Осталось совсем немного, но прямо сейчас можете пощупать. То, что Прести совсем недавно показывали только за закрытыми дверями, сейчас здесь для всех. Па-пам! Ребята, на стенде G2A, онлайновой площадки и магазина можно попробовать отличную игру виртуальной реальности. Вас одевают в костюм, надевают очки, дают в руки автомат. И погнали! Мы с вами, к сожалению, в очереди не отстояли, но народ говорит, что это очень весело. Так что занимайте очередь. Вот здесь, вот в этой маленькой будочке, показывают геймплей третьей Сибири Бенуа Сакаля. Я думаю, что самого Сакаля там внутри нет, но все равно мы очень хотим туда попасть. Прямо в центре центрального зала Игромира расположен достаточно большой стенд Tekken 7. Здесь можно поиграть в игру, ну и просто немножко потусоваться. Здесь есть прикольные персонажи, хорошие косплееры. Веселенькая зона. Вот здесь вообще всегда забито. Так что лучше приходите заранее. От входа направо вы сразу попадаете на Комик-Кон. Это такая небольшая отдельная территория. Здесь не так шумно, как на Игромире. Можно говорить потише и, наконец, перевести дух. И, в отличие от Игромира, где очень мало сейчас продается стафа, здесь настоящая ярмарка мастеров. То есть здесь брелки, кулоны, все вот это в огромном количестве. По играм, по фильмам, по чему угодно. Приходите, здесь можно затариться хабаром, правда, за деньги. Здесь есть сцена, которая сегодня в бизнес-день только с это музыкой и больше ничего. А вот из активностей в дальней правой части зала есть зона викингов, где отличная постановка боев. То есть ребята действительно стараются. Видно, что сражаются не на самом деле, но если сравнивать, например, с тем, что было на временах и эпохах, здесь постановка очень хорошая. И еще одна активность, которая здесь есть, мы прямо сейчас туда переместимся и вам покажем. Ребят, на данный момент единственная такая интересная активность, в которой можно поучаствовать самому в зоне Камик-кона, это стенд «Звездных войнов». Приходите сюда и можете сфотографироваться вот на этой замечательной штуковине, очень реалистично сделано. И помимо этого совсем рядышком огромный стол с лего, где тоже можно пособирать всякое разное по вселенной звездоков. Хм, как-то так. От входа налево вторая зона Камик-кона. Здесь уже активности побольше и народа тоже побольше. Торговых точек здесь поменьше. И в частности здесь есть замечательная зона музея восстания машин, которая делает чужих хищников вот все вот это из металла. Говорят, что можно заказать и даже купить что-то из этого, или они сделают вам на заказ. Здесь же на Комик-коне слева от основного входа находится большая зона хобби-вор. Она пока свободная, сюда можно прийти, отдохнуть, а главное поиграть в настолки, которые выдают прямо здесь. Поэтому если устали, приходите, садитесь, играйте. Вот такой вот странный стенд. Абсолютно пустой, здесь нет никого, и есть какая-то непонятная эпидерсия, которую вы видите за мной. Что это было непонятно? Друзья, вот, собственно, и все самое интересное, что происходило на Игромире в первый бизнес-день. В основные дни всего будет намного больше. Будет больше лута, различных активностей. Просто на стендах появится больше игр. Приходите, выбирайте время, и все, вы здесь пройти за один день не успеете. Ну, только если по верхам. Но главное, мы вам рассказали. Отличных вам выходных и всего вот этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!